Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы как-то на канале Симья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы отправляемся дальше путешествовать по Шри-Ланке. И сегодня мы спустимся к океану. Наконец-то. Честно говоря, пролетело две недели, и мы очень сильно соскучились по океану. Хочется покупаться. Вот. Ребятки, я не буду затягивать. Я не знаю, что нас ждет по дороге. Однозначно будет много всего интересного. Так что обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. И погнали в новый, сочный, мощный, жаркий, солнечный выпуск. Гоу! Ну что же, уже почти год Темка учится в путешествиях. И вот такие вот вопросы нам прилетают достаточно часто. И сегодня я вам расскажу, где и что. Итак, 1 сентября Артемка, как и многие дети, пошел учиться в первый класс. Мы очень тщательно выбирали школу и выбрали домашнюю школу Фоксфорд. И вокруг онлайн-школы ходит достаточно много вопросов. Я сегодня постараюсь на часть из них ответить. В домашней школе Фоксфорд можно выбрать подходящие условия занятия. Например, в формате вебинаров или занятия в записи. А еще мини-классы до 15 человек. Мы выбрали для себя уроки в записи, ведь это очень удобно. Проучившись уже почти там 7 месяцев, в этом видим мы огромный плюс. Если Темка что-то не успевает, мы ставим урок на паузу и начинаем разбираться, что не сделаешь на онлайн-занятия, так как есть тайминг. Если у нас переезд, мы не переживаем, что пропустили, ведь потом включаешь запись и проходишь урок. А также многие спрашивают, а как же аттестат? Школа Фоксфорд это полноценная замена госшколы с дистанционной аттестацией в школах-партнерах и выдачах аттестата государственного образца. И да, учатся здесь как с 1 по 11 класс, так и те детки, которые хотят подтянуть свои пробелы. Также в школе нам нравится это то, что Артемка получает не просто знания школьные, а еще и выполняет интерактивные задания на компьютере, что развивает его в компьютерном направлении. А еще в школе есть такие топ-опции, как наставник и классный руководитель, тьютер и психолог. А многие еще говорят про социализацию. Так вот в домашней школе Фоксфорд абсолютно все продумано. Во-первых, там есть внеурочные мероприятия, онлайн-клубы, живые встречи. Во-вторых, мы много путешествуем и в процессе встречаем ребят, которые учатся вместе с нами и даже встречаем одноклассников. Конечно, на все вопросы я вам не смогу ответить, но вы точно найдете ответы, если поучитесь в школе Фоксфорд 7 дней. И скажу это бесплатно по моей ссылке в описании. И абсолютно не важно, где сейчас учится ваш ребенок или только собирается. Я рекомендую вам попробовать поучиться в школе хотя бы 7 дней. Ссылка в описании. С самого утра сразу немножко работы, пока готовлю завтрак. Сегодня постараемся сделать тост из авокадо, потому что сколько мы здесь в кафе ходим, почему-то они есть меню, но их не приносят. Они говорят, ноу финиш. Отвариваем яйки ланкийской курочки. Ждем кофеек. Завтракаем. Пакуем машину. И отправляемся в путь. Отправляемся мы с вами в город, который называется Тангале. Это очередной курорт на южном берегу Шри-Ланки. Там заселимся в отель. Чуть позже покажу, куда мы будем заселяться. Сделаем, как обычно, традиционный рум-тур. Ну, а изначально нас ожидает долгая, длинная дорога на протяжении, наверное, двух часов. Поэтому присаживаемся, как говорится, поудобнее. Никуда не спешим. Аккуратненько двигаемся, едем. Кто впервые попал в наш канал, мы путешествовали по, как он называется-то, господи, по острову Шри-Ланки, по его центру. И сейчас мы уже спускаемся на юг. Брали в аренду вот такой автомобиль. Кто не смотрел выпуск, посмотрите. Вот так выглядит. Ссылка есть в описании. Погнали. Говорим спасибо этому дому. И едем в другой. Уже традиционно по пути мы сушим вещи на панели. Это мы научились так делать, пока путешествовали по Турции два месяца. Отличный вариант. Разложил, постирал, разложил. Пока едешь, у тебя все сухое. Здесь просто джунгли. И здесь вещи вообще не просыхают. Я в предыдущем видеоролике показывал, как сушат вещи местные. Вот. На крышах своих домов. А мы вот в машине. Еще, кстати, по-моему, никогда вам не показывал. Здесь местные все, что можно выкинуть в землю, они выкидывают. Это все, что нельзя выкинуть. Они вот так вот сжигают. И порой стоят дичайшие запахи. Забыл вам сказать, что мы уезжаем из города Эла. Город Эла представляет из себя вот одну туристическую улицу, наполненную кафешками и ресторанами. Мерс В-класс, праворукий. Да, здесь такие есть. Видели раз пять уже такие Мерсы. И два раза видели Вольксваген, транспортер, праворукий. Это прям такая прикольная история. Так, мы проезжаем водопад Равана, который был у нас в прошлом видеоролике. Здесь огромное количество обезьян. Здесь очень красиво. Мы здесь даже купались. Обязательно гляньте прошлый видеоролик, если вы его не посмотрели. Вольксваген. Вольксваген. Мы спустились с гор, и сразу солнышко, и сразу такая жара. 34 градуса машина пишет. Ух! Мы сейчас свернули с дороги, которая идет на берег. Едем на очень-очень красивый водопад. Надеюсь, очень надеюсь, что у нас получится добраться именно до той точки, до которой мне хочется. О, как вообще, сотрите. Несется, несется, чикс, разъезжаемся. Во движение. Дорога к водопаду, конечно, трындец. Она хоть и асфальтированная, но она вся в дырках. Едешь как по стиральной доске. Тук-тук-тук-тук. И колеса, то и дело, в любом случае попадают в эти ямы. Невозможно их объехать. Вот такая вот дорога. Мы приехали. Красотища просто. Вот так вот на мосту пока остановились. Смотрите. Вот туда можно, прямо на самый верх забраться и там покупаться. Там такие чаши классные. Ой, какой же он красивый. Я представляю, когда здесь дожди льют, какая здесь мощь срывается со скалы. Да. И вон там, видите, люди стоят? Вот они. Блин, очень круто, конечно. Там на дороге стоят ребята, которые предлагают, типа, давай я тебя сопровожу на самую вершину, типа, я буду на мотоцикле, ты со мной на машине. Вот. Показывают фотографии, какие там они делают. Ну, смысл в том, то, что я так думаю, что мы сможем это сделать сами. Мы остановились. Тут, короче, получается, ну, мы достаточно высоко поднялись. Тут две женщины такие, нет, все, короче, дальше нельзя, ни в коем случае. Вот. В итоге оставили машину, и дальше нужно будет идти пешком. Ну, парковка вроде как бесплатная, сказали. Мы начинаем восхождение на этот водопад. Я вот прям уверен на все сто, что это будет очень крутая история, потому что этот водопад, он является труднодоступным, точнее, вершина его труднодоступная. Нужно подниматься примерно километр в гору, в гору, в гору. Ну, а там нас ждут бассейны. Короче, вы сейчас посмотрите, увидите, тоже обалдеете. Так, у насенки, вот видите, фитнес, я ей помогаю вот сохранить фигуру. Вот, да, Мирошка? Ты, я помогаю. Родик, если ты устал, на себе там, маме, запрыгивай на горбушку, чтобы она, это, с весом шла. У нас не так, Мирошка. Смотрите, какой перепад. Да уж. Прошли мы буквально ну метров, наверное, сто в горку, и все. Далее, что нам тут женщина в палатке говорит, давайте, говорит, все, вот такая теперь дорога, сворачиваете, и вот километр будем идти через джунгли. Фух, да, путь не легкий, я вам так скажу, но я надеюсь, что это стоит того, не, ну, по фоткам, которые я видел, это точно стоит того. да, Мирошка? Мирошка, тебе сложнее всех, сынок? Ты давай, крепись, держись. Ой, хоть облаком закрыло, это уже хорошо. Фух, вот такая вот тропа. Так что, кто отправится, силы свои, оценивайте. Фух, нелегко, нелегко, сто процентов. Правда, затвора, местенка, пока идем, пока вроде все варегут, за исключением того, то, что колени, вот у меня особенно левое колено после путешествий всех этих маршрутов постоянно дает о себе знать. Вот здесь вот, видимо, уже почти на входе сидит парень, собирает дань, дань в размере 350 ланкийских рупий за взрослого человека, детям бесплатно. Фух, не знаю, насчет всех детей наших бесплатно получилось. Блин, ребята, мы вообще на вершине мира. Я иду, очень сложно на самом деле, и говорю про то, как же люблю вершины, неважно, высокие они или не сильно высокие, но как же это здорово, подниматься, вот это вот преодоление себя, и в который раз ловлю себя на мысль, что когда ты поднимаешься, ты не думаешь ни о чем, твое сознание, оно пустое. И это, конечно, определенная медитация, да, она очень сложная, но это по-любому медитация. Вот прошли люди, нам встречаются уже третьи, вот это вот, навстречу. Все идут с гидами, но в нашей семье повезло, гид славян, вот, и вам на самом деле тоже повезло, у вас тоже есть такой гид славян, который вы можете просто посмотреть и добраться до любой точки. вот, вот еще, вот люди, видите, тоже с гидом. Фух, смотрите выпуски, и там все есть, максимум информации. Ну, либо наши гайдики можете приобретать, там вообще есть все по Шри-Ланке, пока в разработке. Фух, вот, но можно уже оформить предзаказ, а так у нас полно гайдов по ссылке в описании можете глянуть, посмотреть. Здесь отличная зона началась, вот прям вообще идем в джунглях, ребята, вообще посмотрите, сыкотно немножко, все-таки змеи, здесь всякие скорпионы и прочая живность, ну, идем. Смотрите, впервые в жизни видим лианы. Лианы, деревянные. Деревянные, Артем, это очень такой волнистое дерево или куст, что это. Фух, пацаны, дошли, местные, я спросил, сколько метров, они говорят, сто метров, я говорю, ой, дай бог, вы встали. Фух, здесь развилка и, короче, мы пошли на правую тропу, очень надеюсь на то, что мы идем правильно. Идем мы, значит, идем и переходим в кемпинг, прикиньте, здесь можно вот так вот даже взять, видимо, с собой палаточку и отправиться с палаткой, я счет погостить. О, мы, кстати, дошли, вот они, hi, hi, вот они, вот мы будем сейчас прямо на краю. Тем, подожди, мы дошли, поздравляйте нас, давайте смотреть эту красоту. О, вот это же рыба плавает. Посмотрите, какие здесь невероятные корыто. Он, кстати, это, неполноводный. Ой-ой-ой, какая здесь красота. И вот прямо вот с этой вот дыры непосредственно падает уже сам водопад. Мы просто на вершине мира. Ой-ой-ой, какая красота. Смотрите, вот это да. Вот, и вот здесь можно купаться. Так что я приглашаю всех купаться. Посмотри, камень всем намочил. Сейчас по-любому будет купалка как следует. Опа! Аккуратно, парни. Ну, здесь очень круто. Ой, как же здесь круто, ребята. Сейчас купаемся, запускаем дрончик. О, вот такой вот массаж сейчас будет нам. Какая красота. Ну, и, конечно, традиционно, чтобы передать всю атмосферу, нужно обязательно снимать на широкий угол. Блин, какая здесь глубина интересная, непонятно. Надо попробовать прыгнуть. О, нормальная вода. Вопрос из глубины. Ну, еще кто первый, пацаны? Я! Вот на этом мосту мы стояли на машине, а сейчас вот на самой вершине. Парни, Тем, нет. Пойдем сейчас раскупнемся. Держите меня. Так, давай. Оба. Идите в тот бассейн, перейдем, пофотографируются, пусть. Давайте, приходите. Ух. Здесь, короче, единственный минус, это то, что камни здесь все очень сильно скользкие. Мирочка! Мирочка стоит, то ждет. Давай, давай, аккуратно, скользко. Я говорю, очень скользкие камни, парни. Вы как-то либо поживее, либо это, что вы в самом деле-то? Давай, переваливайся, Родион. Айда к нам. Айда. Давай, Мирочку мне. Нет, теплая вообще. Мирочка, смотри, какой водопад. Вот просто, вот оттуда уже вода прям падает. Вниз, Саша. Да. Маленький мой. Что тебе боится-то? Да. Маленький. Все, пойдем, потрогаем. На, потрогай. Смотри, папа, потрогай. Видишь? Давай, потрогай. Настенка, вот тут спустись, Настен. Вон там, дай. Добро пожаловать в Анастейшн. Вот, я говорю, очень скользкий, Насте. А так мы не будем лазить. Не лазить, так и будем по-тихоньку по очереди. Давай, Настен, гидромассаж классный. Вставай. Да. Вставай, вставай. Облокачивайся прямо на спину. Классно? Природный массаж. Что может быть лучше? Красота. Мы здесь сделали классные фотографии, можете посмотреть, коллеги у нас. Здесь есть еще последний бассейн, но он стремный, потому что там все, там обрыв и пропасть. Поэтому в нем купаться, конечно, не будем. Ну, вообще, нереальная красота. И самый кайф заключается в том, что мы одни снова вот сейчас здесь прямо, понимаете? Вообще красота. Да. Ну, что может быть лучше? Вот так вот накупаться в водопаде, на такой высоте вылезти, лечь на эти горячие плиты? Хамам просто отдыхает. А сейчас мы с вами полетим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Единственное, что внизу надо купить кокосы, освежиться изнутри уже. Мы спустились. Здесь сразу вот можно купить кокосиков. Прям отличный вариант для того, чтобы освежиться. 200 рупий традиционная цена. Ну, иногда есть по 50, конечно, в очень глубоких провинциях. Но здесь туристическое место, поэтому всегда по 200. прочь это очень вкусно кокоса всегда вкусно чем мы заказали банановый роти сейчас нам приготовит попробуем вай смотрите какая красота вот этой роти банановая а там начинка тоже банана понятно тема сразу салат смотрите какая вкуснота вот такой у нас микрообед точнее перекус вот и будем двигаться дальше давайте кушать и ну это классная тема надо думать и попробовать сделать вот еду и думаю вот насколько же классный контент мы делаем в том плане что мы показываем настолько все досконально вот реально никто не показывает никаких дорог какая дорога как туда добраться все просто пока я пришел вот ловите красивую картинку все такие вау а потом как начинают добираться но даже мы понимаем что нифига себе а чё все молчат то в общем лайка точно заслуживает еду и говорю про то что вот за это путешествие сколько мы ездили по центральной части шри-ланки я даже соскучился по просто вот прямым дорогам смотрите знак висит выход слонов здесь могут выйти слоны и дикие да может быть у нас даже получится увидеть да посмотрим сейчас и еще сейчас через 500 метров будет очень интересная история такая как мы проехали ровно тысячу километров на этой машине вот такая история ровно тысячу на этой машине за десять дней ровно тысячу км но так вот сделали остановку купили вкуснейший кукуруз здесь она очень вкусная но единственно здесь вот подача уже без таких листов просто дал 100 рупий стоит 20 рублей короче на наши и купили купил две штуки манго очень соскучились по манго здесь тоже дешевле и 7 700 рупий килограмм вот а на берегу последний раз мы набрали 1000 рублей за килограмм буйволы едем уже третий раз увидели буйволов прикольные сейчас ваш еще это вижу что пораньше камеру включить мы едем по скоростной трассе по видимо по платнику потому что но судя хотя опять-таки шлагбамов не был не знаю если будет платник покажу что сколько вообще мы по платным дорогам здесь же ездили когда только начинали наше путешествие смотрели чё как стоит смотрите на совершенно другая природа вообще нежели там когда мы в центральной части были а вода платник вот видите заезжаем там вот музыку пожалуйста так да мотала мотала сейчас посмотрим здесь по идее нам должны дать просто чек а потом на выезде мы уже оплачиваем смотря где мы будем выезжать один проходной путь у нас только все закрыто остальное ну ладно окей ну даже и стрите подсолнухи растут вот чек дали все едем дальше смотрите мы подъезжаем значит к этому платнику сейчас будем оплачивать процедура простая отдаешь ему чек и он тебе говорит сколько денег то родину зачем роде роде бай 200 рупий стоит этот участок дороге марийские красавцы ну прям на тачку идет будь спокойней это буйволы и возле них всегда аисты это классно черные и белые мы заехали в тангале или тангале как там правильно встречает нас вот такой вот диски храм все едем сейчас к отеле будем заселяться мы подъехали сейчас ждем чтобы нас тут встретили потому что тут вот короче отели вот отели а нам нужен равана resort hotel так ну что мы заезжаем опа опа короче тут есть рестик может даже полупать сразу это очень хорошо опа самый кайф в том то что мы тут вот сейчас в общем получается ждем как он называется господи исоке нам принесутся дороги сайте вот есть бар смотрите прикольно и океан вот он прям смотрите выходишь из отеля и вот пожалуйста океан и как круто мы океан не видели уже полмесяца представляете дожили думал быстро до океана сбегать не получилось то там уже видите соки принесли оценки примать за то что снова увидели океан я тут сел форму заполняйте фамилия имя наш маленький вампири он и что-то сделал что ты сделал правильно он украсил этот стол соком а то а то чё же мы сок попили а табурет не попился пошли мироши пошли смотреть а оставайся здесь все пойдете без мирошка будьте действия так у нас шале да правильно вот в таком месте в таком заведении мы еще не жили вас будет шлем сейчас вам покажу а это вот 4 до их вот смотрите да то есть первый этаж второй этаж это вот вот мы сейчас заселяемся получается вот у нас собственно целое холе вот так вот на первом этаже вы будете просто прыгать бегать а на втором мы будем жить на пойдем посмотрим то есть просто печал зону у нас сразу такой сразу сходу прям ром-тур а здесь кстати интересно но полы очень прям тёпно независимо что даже бетон прикиньте как прикольно да где-то дует пропеллер холодный так раз кровать два кровать да а я а я пойду где-нибудь в баре спать ха-ха так ухты у нас короче даже будет балкон смотрите он наверное как-то открывается а вот тут открывается но потом откроем так мирошка аккуратно прикольно как в стиле если он смотри у меня какое зеркало мы пошли пойдем мир уж пойдем не переживать так и ванна комната но сушки ну здесь да конечно прикольно это я уставший после дороги ребятки так у нас есть ой мирошка всегда хватается за свой любимый кран душевая кабина пам-пам горячая холодная вода окно на соседней шале все мирошка пошли скорее унитаз вот короче да там все стандартно да супер чего даже даже змею не увидим что так даже сейчас так ну и конечно завтра мы просыпаемся ох а думал 6 на дроне улечу они улечу там голуби сидят существенную такой вот нас балкончик прикольно вот здесь мы можем посидеть парочку вид такое ощущение что это полы с подогревом и территория досмотрите то есть вот это четыре шале а вот это вот здание здесь номера как отеля ну и соответственно бар ресторан кафе можно даже особо никуда не ходить но главный океан ходить вот выход сейчас пойдем на океан сразу купа ох ты попугаи летают московские сушки ну круто причем вот самое важное что у тебя вид не куда-то выходит там на сосед это здорово кофе попьем а нет вот просто на пальмочки это конечно классно и вот здесь вот вот здесь вот прям океан я так думал пролетик какой-нибудь сделать но на самом деле пролетик не получится сожалению но возможно не придумаем ну супер и еще есть есть чайник вот настенка будет чай пить а это для леона видите как все холодильник если это хорошо не всем разгружаемся так заходим в общем здесь вот парень помогает мне носить вот бы со мной всегда такой ездил парень чтобы это мог просто ему вот так вот довериться и вещи чик чик поставил там да да смотрите здесь в общем менюшка сразу у них тоже взял к себе вот я чтобы ну немножко это познакомиться да по ценам это соки кстати соки вообще классная цена 450 рупий обычно везде 700 и 600 а здесь такая цена супы а вот супы всякие есть 800 600 сайт значит такое салаты пишу с копейками вот есть комплексные обеды например по 1500 причем прикольно здесь даже мороженое входит и различные завтраки а и вот еще что есть это сайт меню тоже какое-то прикольно вот насколько же удобно что здесь у ребят во первых управляющая до русская девчонка во вторых то что у них сразу есть рестик по нормальным ценам да вы сами все видели и вот мы сейчас сразу заказали два ланча с дороги кушать хочется а пока прогуляемся на пляж и схожу заодно денег сниму чтобы рассчитаться а я такую главную смотрю думаю два стула такое пространство на первом этаже прикольно думаю почему бы здесь не сделать какую-то кухню и она мне потом такая говорит что говорит мы на лето планируем здесь сделать кухню а вот здесь вот представляете ребята будут устанавливать бассейн прикиньте как будет круто с радиончиком идем деньги нарулить расположение отеля прям вообще прикольная потому что но до океана там три шага сейчас тоже сгоняем пока у нас обед готовится может сразу скупимся может вечером сходим и сразу вот буквально там 100 метров проходишь и у тебя центральная улица по которой мы ехали здесь вообще абсолютно есть все до банкомата да так вот вот вы на центральной улице смотрите атмосфера всякие разные как они называются магазины и магазинные лавки есть не дай бог госпиталь национальные банки и канцелярский магазин вот если у вас есть детишки начать прикупить он огромный гигантский тоже магаз но достаточно прикольно мы в тангале вообще первый раз вот сумки можно всякие разные купить пожалуйста аптека то есть выбор большой а вот чуть дальше прошли на параллельную как будет вот магазин samsung sony еще банк вот банк бог собственно там и банкомат чтобы нам деньги снять а вот само отделение прикольно вот он видите большой банк вот это да на улице прохладно а там такая душнилок в этом банкомате просто трындец ну короче мы короче прям попутали очередь такая большая похода people банки деньги закончились банкомате и все стоят короче в бог кстати я узнал за каяки вот это и вот это вот это совершенно бесплатно здесь отключено стоимость можно взять и покататься в океане поводу кстати прикольный баннер что здесь есть и всяких километр до еще прикольно кстати все так стать достопримечательность смотрите вечереет подсветочки включились мы сейчас идем к океану пока у нас готовится ланч вот мы пойдем к океану давайте засеком вместе с вами сколько мы будем идти вот собственно вход раван отель раван правильно раван вот а то я изначально вот смотрите там уже виднеется океанчик красота да 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 океан океан они океан о пойдем пойдем давай пойдем так вот он здравствуй море давно не виделись ведь мы живем за тысячу километров нет нет конечно не про нас оверх потому что это океан и море вот авторы что последнее время мы так сделали всю жизнь что вы здесь бываем часто атмосферная такая табличка так здесь река впадает есть назвать это можно набережной байки-байки ездят а сотрите вот мостик можно по мостику пройтись и мы попадаем вот на пляж очень прикольно пойдем пойдем давай ручку скорей вот и вы на океане представляете как быстро буквально минута да нет какая минута даже минут это нету и все и ты уже это отдыхаешь пойдем 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 и ручка пойдем классно классно пойдем пошли не рожка ты как первый раз их увидел это же обычный он кицы что-то осторожненько здесь короче еще по мосту прямо так вот на байках все гоняют . с детьми речка набережной реки даже есть кстати между прочим смотрите как прикольненько рыбаки наверное сегодня будет закат классный но это не точно ой там да вообще порт прям столько этих кораблей ну и вот мы собственно пришли хоть подышим океаном ой как давно этого не было красота здесь также ресторанчик есть на первой линии но нам это не надо у нас сегодня есть свой ресторан океан 3 это я надеюсь вы тоже соскучились как и мы давно не было выпусков с океана до краса огромная 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 береговая линия вон там есть тоже бухты я думаю что мы завтра уже туда съездим в следующем видеоролике увидите будем это вот объясняет чувак объясняет что горит купаться не нужно горит здесь это быть течение то есть например с детьми купаться вот можно вот в этом вот зато не видите получается вот волнорез и вон там как бы такой получается бассейн это вообще нету вон если здесь они волны ну это маленький но опять таки дед говорит аккуратно горит есть эти течение лучше послушать да а вон там вообще красота спокойствие детворе он принесли порцию нас уже короче стемнело да парни все приятного сейчас еще шлифанем это все наивкуснейшим манго который мы сегодня покупали смотрите какой красота поскольку мы путешествуем и по моему столько часов и не ели как уехали су новатун и попьем еще чаечки будем ложиться спать потому что завтра нам нужно рано встать завтра нас здесь ждет завтрак поэтому покажу в следующем ролике и мы отправимся в очень крутое место не буду спалерить но это будет невероятно и красотища экстремальная кстати поэтому ребятки подписывайтесь на канал есть еще не подписаны если он интересен вам нажимайте на колокольчик ничего не пропустить пишите комментарии ставьте лайки контакты этого отеля я оставлю в описании если будете приезжать приезжайте ну сам ведь как у них подход какой прикольный океан рядом все рядом вся инфраструктура центр в общем там есть описание контакты пока и Продолжение следует...